Полковник Захарченко получил уже второй срок, но тайна его миллиардов так и не раскрыта. Чей это общак? Почему не стали расследовать, был ли Газпром в деле Захарченко? И при чем здесь премьер Мишустин? Как следствие не заметило самые громкие эпизоды в самом громком коррупционном деле в истории современной России? Ответы в материале Центра Досье. Не все знают полковника Захарченко в лицо, но вы точно поймете, о ком идет речь, глядя на эти кадры. Мешки, пакеты, коробки с деньгами. 124 миллиона долларов, 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и золотой слиток весом полкило. В общем, 8,5 миллиардов, если все это добро перевести в рубли. За получение взятки в особо крупном размере прокурор попросил дать Захарченко 17 лет колонии. Казалось бы, ну и в чем он не прав? На самом же деле в расследовании огромное количество белых пятен. Захарченко судят во второй раз. В первой, в 19-м году, ему дали 12,5 лет строгого режима за то, что он потребовал себе в дорогом ресторане 50-процентную скидочную карту и наел там на 3 миллиона рублей. Во втором суде обвинение посерьезней. Захарченко судят за взятку около полутора миллиардов рублей. Это много, но все равно меньше, чем здесь. Про эти 8,5 миллиардов как будто забыли. Они даже не считаются уликой. Смотрите, как это получилось. Сама квартира, где лежали миллиарды, принадлежит сводной сестре полковника Захарченко. Это факт. Однако его адвокаты провели экспертизу, которая показала, ни на одной пачке денег нет биологических образцов самого Захарченко. То есть он к ним даже не прикасался. В распоряжении следствия также была камера наблюдения на подъезде, в котором расположена квартира. Но ни на одной записи за целый год Захарченко нет. То есть он как минимум год не заглядывал в свой склад налички. Вижу, вы удивлены. На лице читаю резонный вопрос. Чьи тогда это миллиарды? Они известны. За 6 лет, что прошли с момента ареста Захарченко, следствие так и не выяснило ответ на этот вопрос. У источников центра досье, знакомых с делом Захарченко, есть очень простой ответ. Все это общак некой группы силовиков. Другая версия вытекает из материала в дело. Это могут быть деньги, которые вывели со счетов госкомпаний, а потом обналичили через мошенническую схему. Рядом с Захарченко на скамье подсудимых как раз люди, которых и обвиняют в выросты на госзаказах и в незаконной обналичке. В любом случае, ясно, деньги криминальные. Они ведут к коррупционерам значительно более крупным, чем полковник МВД. Но следствие просто изъяло всю сумму в пользу государства. И как будто дело сделано. Но это не так, что мы сейчас докажем. Только сначала про главную улику, на которой все обвинение Захарченко в итоге и было построено. Главная улика против полковника Захарченко — это простая табличка, типа Excel. Ее якобы нашли в ноутбуке несовершеннолетней дочери Дмитрия Захарченко. Судя по этой табличке, человек по кличке Захар Хитрый, он же партнер, он же Вишенка, получил с 2007 по 2016 годы 1,4 миллиарда рублей. То есть в этой табличке даже имени и фамилии Захарченко ни разу не встречается. Нет, вы не подумайте, что полковник Захарченко — это честный человек и нужно его отпустить, потому что доказательство против него — это какая-то липа. Как раз наоборот. Даже в ходе оглашения материала в дело в суде всплыло столько удивительных зацепок, что если за каждую из них потянуть, на скамье рядом с Захарченко не хватит места для чиновников. Вот неполный список того, чего не заметили следователи. Обвинение открыто говорит, полковник Захарченко за взятки крошивал фирму, которая получала госзаказы от РЖД. Вот на скамье подсудимых рядом с Захарченко Валерий Маркелов — один из бывших владельцев группы компании «15-20» — крупнейшего подрядчика российских железных дорог. Он входил в рейтинг «Форбс» королей госзаказа. Он же, по версии следствия, под прикрытием полковника и воровал. Тогда логичный вопрос, а кто участвовал в коррупционной схеме со стороны РЖД? Следствие не видит подозреваемых в госкомпании. А зря. Это Олег Тони, вице-президент российских железных дорог. Его маркилок обсуждал Захарченко. Вот, например, в 2016 году ФСБ записало одну такую беседу на скрытый микрофон в ресторане. Маркелов прямо говорит, что под Тони более 80 компаний, подрядчиков. Это значит, что больше 80 фирм, которые выигрывают тендеры на госзаказы, платят за это откат вице-президенту РЖД. Но следствие будто не заметило слов Маркелова. Да и вообще, компания РЖД не фигурирует в деле Захарченко, даже как потерпевшая сторона. Словно был приказ, этот улей не ворошить. Но тем не менее, обвинение формулировать как-то надо. И вот прокуратура прямо приобщает к делу справку ФСБ. А там черным по белому. Группа сотрудников РЖД за денежное вознаграждение лоббирует интересы компании Маркелова. Сами послушайте эту запись с ЗАО суда. Справка 30 октября 2017 года. Вы имеющиеся в видении указанных деятельностей на статусе. Сейчас, например, в том числе и числа сотрудников РЖД. В этом году в проекте общество НИАС в обвинение группы заказчиков, которые за денежное вознаграждение лоббируют интересы указанных конечных организаторов, участвующих в тендерах конкурсов, предоставляющих право на заключение договора с АО от РЖД. Слышали? Неустановленные лица из числа сотрудников РЖД. То есть ФСБ в курсе, следствие в курсе, прокуратура в курсе и суд тоже. О боже, в РЖД коррупция. Судя по записи разговора подсудимых, воруют на самом верху. В деле замешан вице-президент госкомпании. И что? И ничего. Олег Тони даже не уволен. Правда, теперь он курирует не стройки, а скоростные магистрали. И раздает интервью. И, конечно, транспорт, железнодорожный транспорт должен быть современным, экологичным, комфортным, бесперебойным, безопасным, ну и энергоэффективным. Назовем это так, да? Как утверждают источники центра досье, Захарченко прикрывал от органов коррупционные схемы не только для подрядчиков РЖД, но и, например, для ферм, получающих госконтракты от Газпрома. Косвенно это подтверждалось и в суде. В материалах дела есть такой эпизод. Захарченко получал взятку от бизнесмена Авшалома Юнаева. А Юнаев на тот момент как раз получил подряды от Газпрома в общей сложности на 40 миллиардов рублей. Что? Газпром мог выводить деньги через обнальную площадку, связанную с полковником Захарченко? Кому это может быть интересно? Только не Следственному комитету. Там все очень занято расследованием по счетчим памятникам и сушкой носков возле вечного огня. У полковника Захарченко было 13 квартир в Москве. Чаще всего он ночевал в жилом комплексе на Пречистинской набережной. Вероятно, это была его любимая квартира. Это новый дом в самом центре Москвы. И соседи приятные, а главное полезные. Например, бывший зять нынешнего премьера министра России Михаила Мишустина. Следствию известно, что Александр Удодов был знаком с полковником Захарченко. Вот, например, фото из материала в дело. На нем они вместе. Причем встреча произошла после того, как налоговая заинтересовалась махинациями с деньгами РЖД. Захарченко, видимо, должен был решить эти проблемы. И вы знаете, все налоговые претензии были сняты. Причем сразу после совещания в центральном аппарате ФНС, который тогда возглавлял будущий премьер Михаил Мишустин. Хорошо, может быть, после не означает вследствие. Но СК разбираться не стал. Федеральная новая ходьба была проведена в заседании. То есть было проведено совещание. И шестая новая фигенальна получила профилю. В соответствии с которым было указано, что недобросовестная новая была в ответа в отношении РЖД. Мне доказано. Сумма порядка 14 миллиардов рублей. Сейчас в России коррупцию по-настоящему расследуют только журналисты и независимые политики. Делают они это под постоянным давлением и страхом тюрьмы. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить самые интересные материалы центра Досье. Продолжение следует...